Всем привет! Сейчас вы увидите нарезку со вчерашнего стрима, где я разбирал все новые дредноуты, а также крутил их в пифе, где пока нет новых кораблей, но при помощи изменения старых дредноутов мы все-таки посмотрели, какая остатка будет у новых. Дальше будет целый час информации, где я расскажу не только про фиты, но еще и про цены, так как этот вопрос интересует очень многих. Пожелаю вам приятного просмотра, а также напомню, что если вам будет несложно и интересно, поставьте под этим видео большие пальцы вверх. Заранее спасибо! Если кто-то ждет продолжения с новидредами на стримах или в формате видео, то можете еще и на всякий случай подписаться на канал. Еще раз приятного просмотра! И что было бы неплохо знать перед тем, как мы будем обсуждать всю дальнейшую информацию? Будет ребаланс чертежей именно в фв-шопе. То есть чертежи на нави корабли будут стоить, по-моему, на 60% дешевле, и из многих чертежей берут некоторые ингредиенты. К примеру, стоимость нави батлкрузера, про него на данный момент известно на 100%, она будет на 10% дороже, чем Т1 батлкрузер. То есть, грубо говоря, стоимость нави БКшки будет складываться из стоимости чертежа, это раз, и из, получается, и все, и из стоимости постройки. То есть, если вы обладаете чертежами, то абсолютно все нави корабли после патча будут для вас обходиться примерно так же по себестоимости постройки, как и Т1 аналоги. То есть, скажем, ферекс стоит 50 миллионов, это его постройка, а нави ферекс будет стоить, ну, скажем, 60 миллионов. Следовательно, пока гарантий нет, но есть очень высокий шанс на то, что дредноуты тоже могут быть попросту на 10% дороже по ингредиентам, как Т1 дреды, но при этом вы будете платить за чертеж. Ну, собственно, если вы фармите чертежи, а я планирую их фармить, то в таком случае вы просто платите на 10% больше, и все. Так что, возможно, у нас будут очень даже юзабельные фракционные дреды на конец, потому что на данный момент из юзабельных дредноутов фракционных у нас только зернитра. Если строить ее самостоятельно и хорошо заморачиваться, она обходится вам, по-моему, в 5 лярдов. Это не так уж и дорого, как было изначально, и, наверное, это единственный дред, который сейчас в доступе из фраг-дредов. Возможно, нави-дреды будут неким дополнением ко всей этой истории. Там посчитали, цены уже плюс 2 билла дред, плюс 2 билла. То есть, если брать жесткую себестоимость феникса, который стоит 3, и плюс 2 билла, то есть он будет стоить 5 или 6. Но это дорого. Ну, объективно, это реально дорого. То есть, платить 6 лярдов за хул нави-дреда, это без учета чертежа, ведь чертеж тоже будет обладать какой-то стоимостью. Это, наверное, дохренища. Вот. БПЦ на ведреды в ЛП-шопе, 2 миллиона ЛП и 200 лямов ИСОК. Ну, если он реально будет стоить 2 ляма ЛП и 200 лямов ИСОК, и сверху по ингредиентам вы доплачиваете 2 лярда ИСОК сверху, то есть... Ну, короче, это получается очень дорого. Ну, то есть, все это вылится в 3 плюсика, и, следовательно, 1 обычный феникс, 1 обычный, вернее, 2 обычных феникса, это типа 2, получается, нави, да, феникса. Ой, извините, 2 обычных феникса, это 1 нави-феникс. Ну, в таком случае, звучит сомнительно, поэтому посмотрим, как все это будет, если это будет так, если стоимость... Ты не понял. А, подожди. В смысле, 2 лярда за БПЦ? У меня БПЦ продается за ЛП. Чувак, что ты считал? Можно по-русски? Что такое 2 лярда за БПЦ? У меня ЛП, я их фармлю, они мне бесплатно достаются. Можно человеческие подсчеты, пожалуйста? Ну, без обид, просто, то, что вы там чего-то ЛП по какому-то, хрен пойми, какому курсу посчитали, при условии, что у вас тира даже в ФВ нету, вы его как посчитали-то? Вот, можно, ну, по-человечески, пожалуйста? Ну, то есть, сколько стоит стройка? Чтобы, ну, можно было проанализировать, а не сколько стоят ваши подсчеты ЛП на коленке. Сейчас, давайте дождемся тех, тех ребят, кто считал, они нам более... Ну, то есть, стройка такая же, как у обычного Феникса, правильно? Или неправильно? Что такое стройка такая же, просто без... без МЕ? Что такое МЕ? Ну... Материал Эфишенси, стройка такая же, как... Ааа, я понял, типа на него МЕ параметр не накладывается, я понял, все. Не накладывается МЕ параметр. Ааа, то есть, мы берем чертеж на Феникс, мы берем чертеж на Феникс, вот он, пихаем его в Индастрии, и на него не накладывается МЕ параметр. Следовательно, в данном случае, получается, что если я по-тупому, по-тупому нажму Байол в Жите... Так, стоп, давайте-ка мы как сделаем? А, все правильно, да, все правильно делаю. Нажмем Байол в Жите, по-тупому. Мы получим стоимость в 3.7, если я не ошибаюсь. Ааа, в 3 и Польше, в 3, в 3, в 3.9, грубо говоря. Ааа, при этом мы заплатим, я полагаю, за стройку. Ну, короче, короче говоря, смотрите, если строить все по-человечески, по-человечески... Ааа, нет, надо через... и в кукбук смотреть. То, что я делаю, это не по-человечески, это через жопу, извините. Это все через жопу, сейчас. Итак, мы берем Феникс, мы берем очень грубо 1 ДКЮ, мы берем Цитадель, мы берем Т1 Риге. И мы очень-очень грубо считаем, чертовски грубо, получается 3.6. 3.6 совсем, это учитывая стоимость постройки, 3.3.6. То есть, в данном случае, это я не беру вот эти вот параметры, параметры ME, я их не беру, Material Efficiency. Следовательно, Material Efficiency, так или иначе, он будет на Capital... Вот смотрите, какая суть. Вот здесь, то есть, из-за параметра ME, из-за параметра ME, вот эти вот ингредиенты, они уменьшаться в количестве не будут. Но так или иначе, вот эти ингредиенты, вот эти ингредиенты на них ME сделать можно. То есть, мои подсчеты не совсем верны. 3.6, это скорее всего будет либо где-то 3.4, либо 3.5. Это стройка чисто для себя. Это стройка чисто для себя, то есть, если вы очень сильно заморочитесь. И, следовательно, сверху 200 миллионов за покупку чертежа, 200 лямов. И 2 ляма LP. Либо, либо, либо вы берете готовый Fenix, вы берете готовый Fenix. И за 5 лямов LP делаете из него Na'Vi Fenix. Это, в принципе, звучит как вполне себе юзабельная история, потому что у меня стоит пачка дредноутов. Их теперь ни в коем случае нельзя сливать. И я, скорее всего, не буду заниматься стройкой. Я просто потихоньку поменяю те дредноуты, которые есть у меня на Na'Vi аналоге. И мы на них будем с вами делать стримы. Поэтому до этого патча мы никакие дреды точно не сливаем. Впрочем, я и не планировал. Вот, если же говорить про себестоимость данного корабля без учета LP. Без учета LP. Без. То, если все очень грубо посчитать, скорее всего, это будет все-таки немного дешевле. То это 4 лярда исок. Это без LP. Но, скорее всего, в предложенном подходе это будет там 3,8, 3,9, скорее всего. Вот. Но, в принципе, 4 лярда исок это плюс-минус терпимо. То есть, это не ужасно. Но, тут как бы будет курс LP и вопрос, сколько это LP будет стоить. Потому что 2 ляма LP это может быть довольно-таки дорого. То есть, если 2 ляма LP, то это, скорее всего, будет дорого. Если 2 ляма LP это сверху какое-нибудь, каких-нибудь 2 лярда исок, то, следовательно, цена уже упирается ориентировочно в 6 миллиардов при условии, что вы строите качественно для себя. И нави-дреды за 6, скорее всего, они будут встречаться. Особенно на ранних порах они будут встречаться. Но в какой-то момент, наверное, ситуация немножечко подзаглохнет. И мы будем видеть их почаще, чем зернитру. Ощутимо чаще, чем пиратские дреды. Но тоже так, знаете, от случая к случаю. Вот. Как-то так. Как-то так. Ну, одновременно плохо, но одновременно не так плохо, как это в теории могло быть. То есть, такой, тебе не привет, такой, знаете, среднячок. Вот. Это, что касается стройки. Что касается непосредственно бонусов. То есть, более подробная статка по дредноутам будет в отдельном видосе. Там же вроде умисок LP. У умисок LP убирают, да. Там будет LP. Очень мало список получаться. Так и есть. Итак. Что касается дредноутов. Я могу вам плюс-минус на память, наверное, говорить статку. И мы будем рассматривать сейчас с вами. Смотрите, сейчас это все будет в формате слов. И плюсом появится в ближайшее время отдельный видосик на всю эту тему. Итак, начнем мы с Нагальфара. У Нагальфара есть два бонуса. Это 5% урона и 5% скорострельности. Плюс цикл шелдбустеров. Следовательно, с новыми бонусами у Нагальфара поменяется бонус на урон. Он будет 7,5%. То есть ДПСа станет больше. Нагля один из самых дамажных дредноутов. Особенно после буста Хейла. Слушайте, вам будет нагляднее как? Вам будет нагляднее в Пифе, наверное, да? Да, давайте вам, наверное, ребят, будет нагляднее в Пифе. Все-таки. Потому что здесь это все смотрится так себе. А в Пифе, возможно, мы некоторые бонусы еще как-то изменим. Вот. Да, у NaviDread'ов новые модельки. Но они не сильно отличаются от старых. Но они таки новые. Так, сейчас, ребята. Сейчас у нас будет обзор дредноутов. Так. Ну, давайте начнем с Нагальфара. Смотрим на примере обычной Нагли. И пытаемся как-то ее обрабатывать. Вообще, тут есть такой параметр. Называется Атрибут Оверрайт. И Атрибут Оверрайт. Сейчас я покажу, как он выглядит. Он выглядит, ребята, вот так. Это Атрибут Оверрайт. И мы в теории можем найти Нагальфар. Вот он. И внимательно изучить вот эти вот бонусы. Потому что, поменяв эти бонусы, в теории мы можем увидеть новую остатку. Но я в этом не уверен. Потому что я так смотрю. И так. Сколько у нас слотов на Нагле? На Нагле у нас раз, два, три, четыре, пять. Так, три. Шесть слотов. И мед слотов у нас тоже шесть. Слоты не меняются, да? То есть их трогать. Хай слотов шесть. Это не шутка. Шесть хай слотов. Это не шутка? Это не шутка? Шесть хай слотов? Серьезно? Офигеть. А можно слоты поменять? Так. Сейчас я попробую эту тему покрутить. Возможно, я сумею как-то ее накрутить. А, ну там типа плюс слот. О боже мой. Кто-нибудь что-нибудь видит? О, я вижу хай слот. Могу поменять его на шесть. А, есть параметры pg. Параметр pg 640. Да, получается... Блин, странно. Я вроде активировал. Где pg? Где pg? Где pg? Power Grid. Power Grid 640. Плюс соточка pg появится. Так, а есть параметры шилды? Да, есть параметры. По 143 тысячи. Тоже было бы неплохо поменять. Скиллы я, скорее всего, изменить все-таки не смогу. То есть мы ДПС не увидим. Но какие-то параметры мы, наверное, сможем еще изменить. Да, пифа еще... Во, шилд капасити я нашел. Получается 143 тысячи. И армор капасити... Армор капасити на буковку A. Да, 143 тысячи. То есть, ребят, вот такие вот изменения. Но больше ничего придумать не могу. Я надеюсь, оно сохранилось. Я очень на это надеюсь. И сейчас я попробую всю эту историю применить. Так. Да, все, она применилась. Следовательно, у нас... У стоковой... Это я еще... Там, кстати, еще бонусное количество. А не на цикл ШБ. Да, мы это сейчас обсудим. Это мы, естественно, обсудим. Короче, смотрите. Я ей хул не поменял. Хула у нее стала... Тут 109 на... Почему параметр не изменился? А, стоп. Параметры не поменялись. Секундочку. Во. А, хайслот не изменился. Блин, хайслот не... Или добавился. Три пушки нет. Не добавился, ребят, хайслот. Но поменялись... Поменялись количество хитпоинтов. Структуры тоже стало больше. Сейчас еще раз собирает, ребят, Дерну. Мне его Наташа подарит. Возможно, получится сделать. Эй, эх. А в Эхо ничего интересного не осталось. Пвп сегодня будет. Надо закатывать и накатывать. Ахахаха. О, я, кстати, знаю, кажется, кто это. Одну секундочку. Спасибо огромнейшее. Сейчас прогрузить до Аглиугли. Здорово, здорово, здорово. А у нас накатывают. Поэтому накатывай к нам. Спасибо тебе, огромнейшее. Привет. Да, ПВП сегодня будет. Но чуть попозже. Сначала дреды. На самом деле, я смотрю, что очень много времени уходит на подсчет новой статки. Поэтому я сделаю, скорее всего, это... Можете заходить. Прыгаем. Есть главная цель. Ждите всех. Теперь эта система наша. Димир, я могу тебе отдельно осмотреть. Мне кажется, нужно сделать погромче. Вот, ну, потом, потом это надо будет уже поднастроить. Сейчас ты отдельно не поднастроишь. Походу, это надо сделать погромче. Вот где-то, наверное, где-то вот так вот. Зрители скажут, надо или не надо. Флот-дракон, можете заходить. Прыгаем. Есть главная цель? Ждите всех. Теперь эта система наша. Огромнейшая спасибо, Ведимир. Огромнейшая. Все, возвращаю все в зад. Итак, ребят. Я не нашел параметр изменения хула. Сразу говорю. По этой причине мы не можем посмотреть полное количество ЕХП. Но, скорее всего, полное количество ЕХП с измененным хулом будет в районе 800 тысяч. Это будет стоковая нагля. То есть нагля в стоке, нагля без никто, будет выдавать 800 КЕХП. Вот, просто без ничего. Это очень много. Сейчас я еще хайслоты оверрайдом дерну. Возможно, получится все-таки хайслот добавить. Хайслот не получается. О, я нашел хул, ребята. Я нашел хул. Сейчас. Я нашел хул. Так. Так. Сейчас мы это все активируем. Да. 780, ребята. 1 тысяча. Удали пустой фит на гли. А, заново фит предлагаешь сделать. Сейчас попробуем. Да. Хайслот плюсом. 800 КЕХП в стоке. Другие дреды я, наверное, так прорабатывать не буду. Но посмотрим. Смотрите. Сейчас мы ставим сидж. И накидываем во всю эту историю. Капитальные пушки. Вот. Комплектом. Я буду смотреть нормальную статку дредов, ребята. Не стоковую статку дредов, а то, как дреды собираются, например, теми же ВХшниками. То есть будем смотреть нормальные версии дредноутов. А не какой-то там мусоровоз, условно, да? Сразу говорю. Вот. Пироланс далеко не всегда используется, но тем не менее. Лимитированные бустеры использовать не будут, да? То есть которые появляются редко в этой игре. Итак, нагля выдаёт 19 тысяч ДПС в греве с Хейла. А ДПС будет больше, потому что меняется второй бонус на Альфу. Следовательно, у нового нагольфара будет 21 тысяча ДПСа с капушек. 21 тысяча инстантового, инстантового ДПСа. Это просто обалденно. Комплектом к этому у нагольфара новый бонус будет на Эммаунт. То есть не на цикл, а на Эммаунт. Что это значит? Это значит, что сколько вы откачиваете шелды за прокрутку, а не то, насколько вы быстро крутите шелдбустер. Но параметр работает примерно так же. То есть, грубо говоря, как с ДПСом. То есть скорострельность, скорость кручения, она даёт всегда больше. По этой причине нынешний бонус на гольфара, он на скорость шелдбустера, он 5%. Здесь будет 7,5%. Следовательно, ДПС-танковка должна быть плюс-минус одинаковой. Но проблема нагли была в том, что у неё бонус именно на то, как быстро шелдбустер крутится. Это очень неудобно. И новый бонус в совокупности с большим количеством ЕХП. На цикл шелдбустера он намного круче. То есть как для соло-ПВП, так и для некого смоу-скейла. Адрады смоу-скейли применяются так и для вармхольного ПВП. Именно с точки зрения нави-ногли. Почему шепотом? Да соседи есть. Да я просто стараюсь обычно говорить, а не шепотом. Короче, как по мне, просто бомбический реворк, То есть танковка останется той же, вот, но эта танковка станет более приятной. Вот, и это очень мощно. То есть нагля под вармхоллы, нави-нагля, она будет прям таким кораблём, знаете, который на парочку тиров, наверное, выше, нежели... Нежели обычная нагля. Вот. Если рассматривать дальнейшие элементы, то у нагли ощутимо больше фитинга. Следовательно, обычная нагля, она очень геморройно собирается через трика бустера. Эта нагля просто обалденно собирается через трика бустера. И комплектом к этому, и комплектом к этому, и комплектом к этому, она не так сильно выжирает капу. И вы можете более грамотно расходовать ваши капбустеры. То есть, в общем и целом, то, что мы видим здесь, просто обалденно. Вот. Цифры танковки останутся плюс-минус теми же самыми, но ситуация с капой будет лучше. То есть, тут капы не хватает, капы будет хватать, и шиллбустер, скорее всего, будет сгорать немного медленнее. Что, в общем и целом, тоже клёво. То есть, сходу во всю эту историю можно смело поставить две ТЕХи. Я... Я более того скажу, можно поставить четвёртый гиростап. И в таком случае ДПС будет, наверное, тысячи примерно 23. Скорее всего, 23 тысячи. И комплектом к этому всегда будет ТЕХа. Но тут, наверное, есть некая иная хитрость. Или её нету. Ну, короче, что я хотел сказать. Тут, в теории, можно использовать РКУ-хи и собирать на глю с двумя антикэпитал нейтриками. С двумя антикэпитал, мать его, нейтриками. Вот такая комбинация, скорее всего, тоже будет некоторыми игроками просчитываться. И тоже будет иметь место быть. Вот. Поэтому прикольно. И из-за того, что шиллбустер будет крутиться медленно, одной из комбинаций будет, наверное, солидифайр. Я в этом до конца не уверен. Но, возможно, с новыми бонусами на... С новым изменённым бонусом на шиллбустер это будет рабочей темой. Так что, возможно, вот танковку в 61 тысячу мы увидим в формате не элемент... Не того момента, что капа заканчивается, а именно в том формате, что капа не заканчивается. И под линками вся эта хреновина будет танковать 66 тысяч. В общем и целом, ок. Вот. Главное, чтобы капа не заканчивалась. Но с тем бонусом капа, скорее всего, не будет заканчиваться. И в данном случае это С-тайповые инвульки. То есть это не Б-тайповые, не А-тайповые инвульки. Это С-тайповые инвульки. Вот такая вот история. Так что смотрится прям очень хорошо. Для вармхолечки, я думаю, прям очень рады. Я это хочу потестить. Я это хочу потестить. Вот. Прикольно. Прям очень хорошо. Тут интересный вопрос. Есть хитрые вармхольные комбинации. Но эти хитрые вармхольные комбинации, они работают на уровне каких-нибудь лейзер-хавков. И чисто гипотетически это может работать. Чисто гипотетически. Сейчас. А ЦПУ там менялось или нет? Надо посмотреть. ЦПУ 900. Я хочу проверить. Это Вася. Матерый андок дрочер. Любит кидать варону баккорпом и лить их на болтах. ЦПУ менялось. Поедешь завтра в турнир. Там вроде в 17 часов и ЛТ-звезда взрывается. Вот. Планирую, планирую. Да, ребят, планирую. Если с интернетами все будет хорошо, я дам спасибо большое еще, то поеду, естественно. Так, я не понимаю, у меня ЦПУ изменилась или нет? Надо, походу, заново делать, ребят. Сейчас. Сделаем заново. О, новая ЦПУ. Класс. Так, стопэ. Сейчас я пытаюсь понять. О, господи. Как это собирается по-царски? Боже, как это? Ё, как это по-царски? Капец. Просто, что ты? Кто ты такое? Но тут, на самом деле, ПДС-ка не нужна. Она бредово смотрится. А, у меня иркауха стоит, все правильно. Тут, скорее всего, ставятся нормальные эко-бустеры обязательно. Они лучше. Это закрывается имплантом. И остается... Боже, еще ирига остается. Еще ирига остается. Охренеть. Охренеть. Вы вот на это, вот на это не смотрите. Не смотрите на это. Там не будет такой проблемы. Там эти шелдбустеры будут репать много и крутиться медленнее. Я не знаю, чтобы не ставиться еще одной ригой, но мне кажется, это будет одна из рабочих комбинаций. Капец. Но это такой, это теорий крафт на уровне лазер-хавков. То есть, я думаю, единичные коллективы что-то подобное будут крафтить. Но это бомбически выглядит. Мне очень нравится. На Гленави докинули слишком много фитинга. Это прям, это прям, мягко говоря, переборчик. Ну как, не то чтобы это типа дисбалансово, но, блин, это смотрится просто адово. Она реально может такие цифры вытанковывать. Вот. Ну, надо второй бонус проанализировать. Офицерская РКУшка. Да тут имплант ставится, у тебя же кристалл не работает. Арморная нагляда, там будет бонус на арморную откачку, так и есть. Но арморная нагляда бессмысленна, поэтому я ее считать не буду. Вот. Я считать ее не буду, в этом нет никакого смысла. Капец. Это, это очень сильный корабль, ребят. У него ДПСа будет еще 22 тысячи. Это, это, это чертовски, это чертовски сильный корабль, господа. Нереально сильная корыта. 22 тысячи инста ДПСа. Инста. То есть не корабль, который накручивается до зернитра. Просто инста 22 тысячи. Капец. Просто капец. Давайте так. Я крафчу новые дреды. Ну, то есть, смотрите, я могу... Давайте, короче, давайте я покрафчу. В этом нету большей проблемы. Я пошел подготавливать следующий дредноут. И следующий дредноут у нас, наверное, будет Морос. Вот. Я пошел его готовить. И мы постараемся с вами смотреть плюс-минус апдейтнутые остатки. А не кривые. Вот. Поэтому следующий у нас будет Морос. Так, бонусы я, увы, изменить ему не смогу. Но армора у него будет 156 тысяч. Если что, я вслух это озвучиваю, потому что я это прописываю. Но как я это делаю, вы не увидите. Вы увидите уже финальную версию. Поэтому немножечко вашего времени. И все посмотрим. А цепу на 50 больше. Ну и комплектом я озвучиваю те изменения, которые происходят. Так, смотрим дальше. После этого у нас дают хай слоты. Хай слоты у Мороса не меняются. Их также остается 5. Далее идет количество хула. Количество хула 182 тысячи. Так, лоу слоты 8. Мед слоты 5 у Мороса плюс слот. Такс, такс, такс. Пауэргрид, 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 пауэргрид 680 на 20 пауэргрида больше. Это довольно-таки слабый буст. Но тем не менее он имеет место быть. Сейчас как только все это загружу, прочитаю чатик. Вижу ваши сообщения. Сейчас прочитаю. 130 тысяч шелды. Такс, я все сделал. Поэтому делаем новый Морос. И смотрим его плюс-минус стоковую статку. Есть фоточки? Да, и все на тесте есть. И я отдельный видос сделаю. Сейчас зайти на тест просто не могу. Чуть погромче себя. Хорошо. Давайте вот так попробуем. Вот так лучше, господа. Вот так, уважаемые зрители. Да, шелдовый Морос камбэк. 854 тысячи ЕХП в стоке. 854 тысячи. Что касается бонусов. Итак, смотрите. Сейчас на экране вы увидите бонусы обычного Мороса. Вот они. Это бонус на урон, бонус на скорострельность и бонус на цикл арморной репки. Теперь присаживайтесь поудобнее. Держитесь крепче за стул. И слушайте, что я вам расскажу про Морос. У него будет 7,5% урона и также 5% скорострельности. То есть ДПС чуть-чуть возрастет. Но учитывая, что это бластеры, это чуть-чуть, оно из-за бластеров станет вот таким. То есть ДПС возрастет сильно. У него есть бонус на оптимал. Это в общем и целом полезный бонус. Он 5%-ный, он не даст много, но это очень приятно. Далее у него 5%-ный бонус на цикл репок и на то, сколько они откачивают. То есть дабл-бонус на танковку. То есть Морос будет танковать больше. И грубо говоря, он будет танковать больше примерно в 1,8 раза. Не в 2, а примерно в 1,8 раза. Запомните, мы это будем подсчитывать. И дополнительный бонус 20% на варп-скрамблеры и варп-дизы на их силу. На их силу. То есть с Мороса можно будет теперь титаны таклить и мазера. Не с одного, конечно, но... Или с одного, посмотрим. И на оптимал ранж. То есть это некий, такой знаете, некий Ортус. Блин, прикольно. То есть у него будет бонус на 20% диза, Карл. 20% диза. У вас, прикиньте, у вас на поле боя падает Морос, у которого 4 хэви-диза. 4 хэви-диза. Хэви-диз на секундочку. Хэви. Хэви-дизраптор. Не так, да? Не хочет он так искаться. Но я сейчас его отдельно найду для вас. Смотрите. Хэви-дизраптор имеет силу 3. С данным бонусом сила, наверное, будет 5. Ну, я думаю, 5, то есть 20. Или 6. Слушайте, ребят, то ли 5, то ли 6. Возможно, даже 6. То есть 6 на 4, 24. 24 сила. И этот диз будет бить на километров 45 без греба. Насколько он будет бить? То есть да, это бигпротовус. Это реально бигпротовус. Да, плюс 100%. То есть получается 42 километра диз. Чё? Ой, я... Я... Чё? Я буду моросом под линками и кого-то хэви-дизом дизить на 70 километров? Юват. Вы представляете себе это? Силой, которая около таклет мазер. Что ты? Что ты такое? Это просто-просто жесть. Всё, на этом бонусы заканчиваются. Предлагаю переместиться в пифу и всё это дело посчитать. Просто трындец. Итак, как я сказал, ДПСа будет больше. Я это в пиф пока изменить не могу, но мы это в голове держим. Ну, в общем, по ДПСу получается, наверное, плюс-минус... Да, по ДПСу та же самая нагля, то есть в данном случае будет ориентировочно 23, наверное, тысячи ДПСа в греве. То есть в общем и целом вполне себе ок. То, что интересует лично меня, я думаю, многих из вас, это скорее не капитальный морос, потому что моросы, они в вармхоллах не применяются, в капитальных фитах они пассивные и только на КТА. Но что касается, например, КТА, то подобный пассив танкованный дредноут в фулл ДПС фите, но мы всё-таки сделаем вот так. Так будет справедливее и поставим нормальный дэмэдж контрол. Вот такой. Точить не буду, поставлю такой. Будет иметь ЕХП. Ну, немного. Я поставлю ещё имплант 4,5, это фигня, да, то есть это понятно. Многих из нас, я думаю, интересуют сапкапитальные дредноуты, и я морос очень люблю за всю эту тему, и меня он таки, да, интересует именно в плане сапкапа. Поэтому гоу, посмотрим, как эта штука будет работать в сапкапе. Во-первых, оптимал на вайде станет, наверное, километров 20. 20 километров оптимал вайдов. И в перегреве будет выдавать он где-то, наверное, 6 тысяч ДПС, ребята, скорее всего. Это с двумя магнетиками. 6 тысяч ДПС. Третий магнетик я использовать не буду, это немного перетанкованный фит, но тем не менее. Будет, наверное, где-то 6,5 тысяч ДПС, либо 6700, скорее всего. Так, если брать дефолтный бюджетный фит, ничего сверхъестественного я собирать не буду. Репки в арморном танке не греются, в капитальном арморном танке репки не греются. Но, тем не менее, мы, чтобы посмотреть на красивые цифры, мы их погреем с вами. Вот. Но, увы, как бы они эффективно греться не могут, вот такая игровая механика, и никуда не денешься. Здесь не знаю, то ли дэмэдж контрол, то ли антиэксплозив, даже не знаю, что лучше. Вот, пока поставлю так. Однозначно хочется как-то заюзать слоты на этом корабле, поэтому я думаю, что в моем случае это будет... Структура! 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 Радость моя! Давай, давай, давай! Наконец-то стремишь. Не хотелось мешать разбору ТЭТЭХа, но я на минутку. Рад видеть. Макс, огромнейшее тебе спасибо. Я чертовски рад тебя видеть. И просто вот пламенное, огромнейшее спасибо. Всего самого наилучшего. Большущее спасибо тебе. Большущее. Приятнейшего просмотра. Так, одинка бустер греется довольно-таки эффективно. А здесь у нас точно будет одна рига на ПГ. Фига вы синхронизировались, так сказать. Я пока риги поставлю. Я на бейтел. На днях обновится пифа для сингулярити. Там и можно... Ну, Алекс Брид, понятное дело, я... Ну, понятное дело, это все так, все именно так. Огромнейшее спасибо, все именно так. Вот, но это же не запрещает нам смотреть здесь. Правильно, правильно. Вот, огромнейшее спасибо. Дижеи, арт-клаб, здорово. Здорово, здорово, здорово. Так, смотрите. Вернемся к нашей истории. Юзаем Стронгач. Юзаем хитрый бустер. Гретые репки, фиг бы с ними, но это мета-репки. Это не конкордовские репки. Это мета-репки. И цифру 47 тысяч. 47 тысяч. 47 тысяч 700. Мы умножаем с вами на 1.8. 85 тысяч дпс танка на мета-репках. Ну, я, вероятно, не совсем правильно подсчитываю, поэтому пусть будет 80. 80 тысяч дпс танка мороз. С мета-репками. То есть, даже если рассматривать реальную ситуацию, репки не греются. То в таком случае, с точки зрения реалий, у него получается... Сейчас. Умножу на 1.75. Просто без грева 67 тысяч дпс танка. 67 тысяч дпс танка. И в пике 80. Охренеть. Охренеть. Просто охренеть. Мне нравится. Мороз, мороз прям чётенький. Мороз прям нереально чётенький. Не знаю, как он будет собираться в шелду, но я думаю, что многие помнят старые добрые шелдовые морозы. Как только он появится... Как будет только нормальная версия пифы, мы уже шелдовый посмотрим. Вот, а так да, конечно, приди пифа обнови. Следующим дредом, наверное, у нас будет феникс. Следовательно, мы опять перемещаемся в игру. Мы находим наш самый-самый любимый дредноут. И сейчас мы будем его считать во всех его вариантах. Ну, не то чтобы прям во всех, но в некоторых. Итак, 5% бонуса на урон ракет, 4% бонуса на резисты и 10% бонусов на перезарядку. Итак, Нави Феникс. Вы готовы, ребята? Сейчас я вам расскажу. Нави Феникс. Шелдовые резисты остаются. Перезарядка остается. Бонус на урон 7,5%. 7,5%, не 5%, а 7,5%. То есть ДПС возрастет во сколько? Где-то на 1.2.5. Да, если я правильно понимаю, на 1.2.5, скорее всего. И 7,5% бонуса на Таргет Пейнтер. И чтобы понимать, что такое 7,5%, это нужно посмотреть Голем. Потому что у Голема, скорее всего, Голем имеет бонус... А, Голем... Голем пожёстче. Ну, это приятно, но если бы у Феникса было 10%, это было безусловно круче. А так, ну, в принципе, неплохо. Всё, я на третью... На одну третью, да? Хорошо умножим. Я пойду подготавливать для вас Феникс в пифе. И буду проговаривать изменения, которые с ним также произойдут. Так, на буковку A у нас количество армора. 130 тысяч. Далее у нас ЦПУ. ЦПУ, ЦПУ, ЦПУ. ЦПУ становится больше. Становится 1100 ЦПУ. На 20 ЦПУ больше. Но фигня не сильно меняется. Поэтому не критично. Капаситор остаётся прежним. Спускаемся немного ниже. Хай слоты 5. Так и остаются. Спускаемся ниже. Лоу слоты 5. Так и остаётся. Мед слоты было 7. Стало 8. Обалдеть, 8. Что вы делаете? Я хочу на этом полетать. Что вы делаете? Блин, вы поехавшие что ли? Так, количество счетов. Было счетов 100 тысяч. Станет 156 тысяч. Прикольно. Очень сильный буст. И остаётся у нас структура. Не могу её найти почему-то. Каждый раз не могу её найти. Но сейчас я вам её найду. О, пауэргрид. 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 А на 25 тысяч больше пауэргрида. Кайф. Так, структура. Это вроде да, это HP. Структуры было 100 тысяч. Стало 156 тысяч. Мощно. Всё, я подготовил для нас Феникса. И мы сейчас смотрим его стоковую статку. 870 тысяч ЕХП стоки. И я посчитаю сразу кое-какую вещь. Сразу. Вот. Потому что она волнует меня больше всего. И вы всё поймёте. Итак, я беру... Я нежно беру рапитки. Нежно заряжаю ТФ-2 ракеты. Нежно ставлю 4 колдари баллистика. Очень-очень нежно это делаю. Ставлю Ригу на скорострельность. Потому что... Because I can. Потому что я могу это сделать. Ставлю имплант пятый. Не шестой. Пятый. И комплектом ко всей этой истории использую бустер. Отдельные бустеры на ракеты мы даже не используем. И что же у нас получается? 8500 ДПС. 8500. И это старые бонусы на ДПС. Новые бонусы на ДПС. Мне необходимо это значение умножить примерно на 1.3. Правильно, ребят? На 1.3. Верно? То есть я беру 8525. И умножаю на 1.3. 11000 ДПС. 11000 ДПС. 11, Карл. 11000 ДПС. На 10%? Насколько умножить, ребят? Насколько умножить? Давайте, чтобы точнее. Смотрите. Был бонус 5. Остался 7.5. Вот на сколько? На 12.5, да? Это получается 1.25. Правильно? 1.25. Правильно, ребята? Правильно? 1.25. Верно? Скажите, чтобы я умножил и больше не удивлялся. На 10%? Ну хорошо, давай на 10%. 8.025 я делю на 100. Умножаю на... О, все. Вот, вот спасибо, добрый человек. Спасибо. 8525 я умножаю на 1.1.25. Итак, 9.5 тысяч ДПС, ребята. Ну, типа, почти десятка. Почти десятка. До десятки немного не дожали. 9. Ну, 9.600. Вот точнее, 9.600 ДПС. Саб капитального. А если как... Если у меня появятся иски, если у меня появятся иски, то я же как бы сильный, понимаете? Я могу сделать вот такой феникс. О, боже. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Смотрите, это... Это феникс. Это мой феникс. Это мой феникс. Я его умножаю на 1.1.25. У меня будет 12 тысяч ДПСа. 12. А еще я могу запихать его в магнитар. Ну, чисто покрабить, да? Я же, я же. Но почему бы и нет? Чисто покрабить. Так, это получается 19.000... Это Вася! 19.822 умножить на 1. Сейчас, транзакция, скажи, сколько будет. Сейчас скину тебя. Спасибо тебе огромнейшее. Закинул на YouTube-чик и закинул на Twitch. Большое спасибо за поддержку, Алекс. Спасибо. Короче, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Если сильно захотеть, под всеми ништяками у меня в цепятом магнитаре будет 22 тысячи ДПСа. 22 тысячи ДПС. Это, это, это сап капитального. Это сап капитального. Ну ладно, это все, это все извращение. Давайте я вас так сильно пугать не буду, да? Это стоковая остатка, хорошо? Это сток... Нет, это не стоковая. Тут, тут будет, тут будет на тысячу больше. Вот тут, вот тут на тысячу больше. На тысячу, на тысячу, на тысячу больше. Вот это вот дефолтная тема. Капец. Ребят, на телегу подписывайтесь. Знак восклицания ТГ по-русски. И в Телеграме уже в середине дня были все изменения, чтобы вы ничего не пропустили. Поэтому подпишитесь. Ладно, все. Успокаиваем наше траханье. Вот. Давайте посмотрим обычный ДПС капитальных пушек. Окей? Обычный ДПС капитальных пушек. Мне, мне уже немного плохо. 21 тысяча пятьсот я умножаю на 1.125. 24 тысячи ДПС. Ребята, с новой статкой, с новой статкой на капушках 24 тысячи инста ДПС в данном фите. В данном, в данном, это важный момент, в данном фите. То есть вот так будет поменьше. Так будет, наверное, 1023. No way. Так, ладно. Интересующий уже, наверное, меня вопрос. Я хочу это дело собрать. По ДПСу сапка попомним, что ДПСа на косарь больше. Помним. Я хочу посмотреть, ну, такую. Статку дефолтного дредноута. Вот, поэтому я пойду эту тему посчитаю. Под наши, так сказать, соло роуминги. Блин, тут такие бонусы на электронику жесткие, что их прям очень хочется использовать, конечно. Прям вот не могу удержаться. Ну, такое. Мне пока танковка вообще не нравится, если честно. Ну, понятное дело, что я очень много заулынил в ДПС. Прям слишком много. Вот, поэтому танком не особо пахнет. Но здесь, в теории, можно от ригера отказаться, наверное. Но тоже я от ригера откажусь. А что ставить-то какой-нибудь... Ну, даже не знаю, что ставить. Тут дэмэдж контрол по факту нужен. Он хоть как-то резисто уравняет. Поэтому через ригу, наверное, будет собираться. И по классике, через... От этого импланта на Фениксе просто невозможно уйти. Через Генолюшин. Забыл, кстати, еще поставить имплант на торпеды. Чтобы 8000 было. То есть, я полагаю, что какая-то такая комбинация вырисовывается. Но танковки имха прям очень мало. То есть, без второй ц-тайповой инвульки это работать не будет. Вторая ц-тайповая инвулька 40000. Новый забафанный таргет пейнтер. Потому что очень хочется использовать. И, скорее всего, какая-нибудь дефолтная сетка. Ну, пусть будет. Пусть будет фидневи. И дэмэдж контрол, естественно. Но маловато. Маловато танка. Прям маловато. Ну, то есть, как по мне, Морос смотрится в какой-то мере, наверное... Ну, то есть, и не смотрится балансно. Сейчас Феникс очень сильно лидирует с точки зрения саб-капитальных пушек. На мой взгляд, после этого патча эти корабли выйдут примерно на одну и ту же линию. И то же самое касается на Гольфара. То есть, вот будет Феникс, у него будут одни плюсы. Да, то есть, а вот будет Морос, у него будут свои плюсы. И оба дреда в саб-капе будут весьма юзабельными. Поэтому, как по мне, данный реворк именно немного перекос меняет. Ну, он просто убирает его. То есть, нету перекоса. Вот. Нави дреды с точки зрения саб-капа будут весьма балансно смотреться. И меня это, в общем и целом, радует. Вот. Статка прикольная. Мне очень нравится. 2 плюс 1 фит, я могу заиграть новыми красками. Да, возможно. Возможно. Так. И финалочка дредноутов. Это у нас Ревелэйшн. Ревелэйшн остался напоследок потому, что, как по мне, ему дали самый смешной дополнительный бонус. Именно самый смешной. Итак, смотрите. У него был бонус на арморные резисты. Он остается. У него станет бонус 7,5% на капитальные пушки. Не 5, а 7,5%. Прикольно. Активейшн кост тоже останется. Итак, что же CCP дали Ревелэйшну? Напомню, что Моросу они дали возможность таклить супера и титаны. Фениксу они дали, в принципе, полезный таргет-пейнтер. Он не будет применяться часто. Но он полезен. На Гольфару дали арморный бонус. Ну, ладно. В остальном, нагля, она как бы самая достаточная. И она смотрится хорошо. У нее поменяли один из бонусов и сделали его лучше. Итак, Ревел. Бонус. На капитальную Носферату, которая бьет дальше и сосет больше. Капитальная Носферата. Капитальная Носферата. Давайте начнем с того, что... Причем капитальная. Да, шутка в том, что именно капитальная. То есть для тех, кто не в курсе, у капитальных нейтриков и у капитальных Носферата есть отдельный параметр. Отдельный параметр. И этот параметр называется... Сейчас я его найду. Он называется нейтрализейшен сигнича резолюшен. В данном случае 8000 метров. То есть 8 километров. Это говорит о том, что чтобы эта Носфа сработала, ее надо активировать на корабле размером 8 километров. Чтобы Носфа сработала, необходимо активировать на корабле размером 8 километров. И комплектом к этому это же не Бладовский корабль. И Носфа дает вам капу только в том случае, если, грубо говоря, у вас ее ощутимо меньше, нежели чем у противника. А Ревел это как бы корабль, у которого дефолтно много капы. То есть в какой... Я даже не могу вам объяснить, в какой ситуации это хоть кто-то применит. Хоть кто-то, блин. Я просто не одупляю. Реально, можно отсосать у Титана. Господи, такой, просто такой, такой кринж. Вот, но... Суть-то какая, ребят, Ревелы один фиг будут использоваться, потому что Ревелы попросту очень жирные, при этом очень дамажные. И особенность этого корабля на самом деле в другом. Поэтому я делаю для вас оверрайт. Пару минут зачитываю изменения Ревела. И мы все это дело смотрим. Так. Итак, количество армора было 100 тысяч. Станет армора 169 тысяч. Охрененный буст. Просто охрененнейший буст. 169 с половиной, что немаловажно. Так, едем дальше. Капоситор. Меняют или не меняют ради интереса? Это вторичный параметр. Но, тем не менее, интересно. У Ревела будет 6 слотов. Кстати говоря, 6 хай-слотов. Чтобы можно было сосать с двух носов. Так, ладно, пофигу на капу. Давайте более полезные параметры. ЦПУ. ЦПУ. Я как будто слепой. А вот ЦПУ 770. Довольно-таки сильно бафаю ЦПУ параметр. Прикольно. Я бы сказал, прям как будто бы очень сильно. Хул было 1100 тысяч. Стало 169 тысяч. Сори. Хай-слот теперь 6. Лоу слоты 8. Мед слоты 4. Ничего не меняется. Так, 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 так. Пауэргрид. Было 700 тысяч. Останет 825 тысяч. Офигеть. Очень сильно бафают ПГ. Нереально сильно. Короче, Ревел бафают не бонусами, а вторичными параметрами. Они просто нереальные. Так, ну и собственно все. Да, я правильно понимаю? А, ну и шелду я на всякий случай баф. Но так для галочки было 78 тысяч. Останет 117 тысяч. Так, все. Я подготовил Ревела. Смотрим. Смотрим, ребята. Смотрим на эту машину. 900 тысяч ЕХП в стоке. И естественно, ребята, естественно. Подсчитывая Ревел, я не буду считать никакое ни соло ПВП, ни вармхоллы, ни ПВЕ. Я буду считать КТА Ревел для Дредд Бомбы. И потом мы его сравним с обычным Ревелом. ДПС также будем умножать. Эфит также будем считать под Редд Бомбу, да? Ничего супер дорогого. Не забудь поставить Носфу. На самом деле, они забафали ПГ, чтобы люди типа Носфу использовали. На практике Носфу никто не будет использовать. Люди будут плиты обузить. Вот по факту. Так, давайте я сразу ДПС посчитаю, ребят, для вас. Это, скорее всего, для многих один из самых таких терзающих моментов. Поэтому начнем с подсчета ДПС, чтобы у вас цифра в голове отложилась. 12 732 ДПС. Это с одним дамокмодом, ребята. С одним. С одним. Важно. С одним дамокмодом. Умножаем на 1.125. 14300 ДПС. 14300. Это с одним дамокмодом. То есть с двумя дамокмодами где-то будет, наверное, шестнаха. Очень годно. Очень хорошо смотрится. Меслоты вообще наплевать. Я не знаю, что туда поставить. О, прикольно. Капитал Кап Бустер влезает, кстати, вообще. Кайф. Кайф плюс кайф. Мне нравится. Давайте какой-нибудь сенсор бустер. Я выбираю тебя. Ну почему бы и нет? На метлоты не обращайте. Внимание. Нос поставить не буду. Извините. Так. Три марки. Давайте. Амулетик, наверное. Какой? Я представлю дредбомбу, ребят, в лоусеке. В лоусеке. Поэтому я поставлю, как нормальный человек, хвшный амулет. Потому что дредбомбу просчитываю в лоусеке. Под нули можете плюс-минус прикинуть самостоятельно. Окей. Так. Ничего, да? Вроде не забыли. 10 лямов ЕХП. 10. Привет-привет. Приветики. 10 лямов ЕХП. А если брать обычный ревел, то... Не получается его взять. Ну-ка, секундочку. Сейчас. Аверайды выключаем. А на обычном ревеле... А на обычном ревеле 8,7. Ну-о-о-о... 1,3 ляма ЕХП. 1,3 ляма ЕХП. 1,3. Мэйби какую-то реактивку попробовать. Я даже не знаю, вряд ли, наверное, да? Ну, фиг его знает. Ну, в таком случае, я могу носфу пос... Сволочная носфа. А, ну типа ПГ, да? Ты предлагаешь ПГ посчитать. Ты предлагаешь учесть ПГ. Ну да, тут, если учесть ПГ, то получится реактивка в фите. Вот так. А, ну да, в принципе. И, ну, тут хэви-кабустеры будут. Тут будут хэви-кабустеры, он как бы один фиг соберется, понимаешь? Он даже... Не, он даже сплитами соберется, скорее всего, потому что хэви-кабустеры будут. Капитал-то используется на нави-ревеле просто потому что фулл комфорт. Вот, то есть тут как-то, наверное, не знаю, вот так типа будет. Ну, можно через реактивку, в принципе, это нормальный вариант. То есть в данном случае получится 8,4. 8,4, а в случае овер... Ну, то есть в случае нового ревела я как раз-таки плиту убрал. А получится, ну, та же самая десятка, грубо говоря. Не так много. Я не знаю. Ну, то есть плюс ДПС, более удобный кап-бустер, чуть больше ЕХП. Ну, я думаю, есть шанс, ребята, объективно. Скорее всего, есть шанс, что будут применять нави-ревеллы в дредбомбах, потому что все-таки статка она лучше. Просто я бы хотел, чтобы она была лучше раза в полтора, а раза в полтора она лучше не получается. Но, тем не менее, цифры плюсуются плюс-минус неплохие. Вот. ДПС, я, нет, а ДПС сказал, что будет больше. Я озвучил это. Что будет с конкорд-плитами? Они вроде недорогие. Но да, в два раза дороже. Ну, с конкорд-плитами 10 и 6 получается. Это два ляма армора. Офигеть. Два ляма армора. Два ляма. И если во всю эту историю закинуть бустеры, которые будут на момент существования этого ревела, они будут, то, следовательно, получится... Ну, тут знаете, какая тема, ребят? Эти ревелы очень интересно выглядят, скорее всего, с бонусом от ребуса. Как бы это странно не звучало, но тем не менее. То есть, если взять данный ревел и намотать на него бонусы и ребуса, я понимаю, что это странно звучит, но тем не менее. Вот в данном случае интересно. То есть, какой-то лоусечный батл, где ты применяешь дредбомбу, и она весьма ключевая. И вот здесь... Блин, вот это прикольно. То есть, смотрите. Знаете, наверное, как это будет работать, скорее всего, ребята? Сейчас я попробую вам объяснить. Сейчас попробую. Вот в таком формате он интересен. Вот в таком формате он реально интересен, потому что у него капа есть для своей работы с 2к бустеров. У него 14 лямов ЕХП в нормальном баттле, и у него 2 капитальных нейтрика. Это очень жестко. Вот такая комбинация крутая. Вот в такой комбинации он смотрится реально сочно. Вот, не знаю, безусловно, не знаю, будут ли это использовать, ребят, не знаю. Но статка реально прикольная. То есть, я не могу вам сказать, да, будут, или типа, да, не будут. Я не знаю. Maybe будут, maybe не будут. Но вот эта вот статка смотрится хорошо, честно. Вот. Жаль, нет. Поэтому Носк согласен, Ростислав, согласен. Вот такой у нас часовой бложик про дредноуты получился. Чё думаете? Вот. Кому было интересно, я, если что, не заканчиваю. Я не заканчиваю. Просто данный бложик мы закончили. Вот. Поставили его, так сказать, на паузу. Ваши мысли. Мне нравится. Ну, то есть, как по мне, нету какого... Ну, нормально всё.